Сегодня я расскажу вам, как просто создать леттеринг в иллюстраторе. Мы вместе пройдем процесс создания крутого дизайна шаг за шагом. Я покажу, как работать с инструментами для леттеринга и расскажу, как избежать начальных ошибок. Саня с вами, и это курсы по иллюстратору. Погнали! Но прежде чем мы начнем работать, если вы совсем не знаете иллюстратор, я бы посоветовал вам посмотреть мои предыдущие видео по работе с инструментом перо и по работе с выбором цвета. Я уже создал скетч для того, чтобы не подбирать формат леттеринга и прочее. Поэтому давайте сейчас вставим изображение в наш документ. Для этого жмем Ctrl-Shift-P на вашей клавиатуре, либо идем в File, Place и выбираем наше изображение. У меня уже оно лежит на рабочем столе, и если вы хотите его вставить, не линкуя ваш документ, а как уже целый файл, то просто нажимаете Place и убираете галочку с линка. Если вы хотите просто залинковать на какое-то место на вашем компе, то оставляете кнопку Link. Если мы оставляем кнопку Link, и вообще если он у нас залинкован, то будут отображены перекрестия на вашем изображении. Это значит, что ваше изображение не прикреплено в файл иллюстратора, ваш файл будет весить меньше, но если вы скинете его кому-то на ком без этого файла, то, естественно, вся композиция порушится. Поэтому для себя я вставляю на время, потом его вообще удалю. Блокируем слой для того, чтобы работать дальше и случайно задевать. Теперь мы с вами рассмотрим один из вариантов, как сделать леттеринг. Выбираем инструмент Ellipse, то есть это буква L на клавиатуре, либо в панели инструментов у вас есть Ellipse Tool. Создаем Ellipse на одной из, так сказать, точек нашего текста. Если зажимаете Shift, то у вас будет пропорционально круг рисоваться. Если не нажимаете, то у вас будет Ellipse различной формы. Вообще, можно просто кликнуть один раз мышкой в любом месте, и вам предложат ввести размеры. Я ввожу 4 на 4, потому что у меня уже какие-то есть определенные размеры. И давайте сейчас пока выберем просто цвет очень яркий, чтобы видно было наши Ellipse. Отлично. Давайте все-таки сделаем 5 на 5. Слишком маленький, на мой взгляд. Отлично. Теперь при помощи зажатой клавиши Alt на клавиатуре перетаскиваем наш Ellipse на другую точку текста и повторяем так несколько раз. Мы перетаскиваем это на те места, где будут находиться какие-то определенные углы в нашем тексте. То есть вот у буквы W есть там 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 точек, значит у нас будет 6 кругов. Так же проделываем дальше со всем текстом. Теперь, когда мы расставили наши якорные точки по всему тексту, предлагаю вам соединить их в общий переход, но соединятыми будем только отдельные части. То есть здесь у нас будет буква W отдельно, у буквы I будет точечка отдельно, текст I, T, H тоже будет отдельно, Y и O, соответственно, U и запятая. Для того, чтобы соединить их всех в переход, на клавиатуре нажимаем букву W, либо на панели инструментов идем в Blend Tool. При наведении на самый первый эллипс у нас будет звездочка нарисована. Это значит, что нам предлагают стартовать наш переход. И далее мы при наведении на второй эллипс получаем иконку плюсика. Это значит, что они друг к другу, так сказать, добавятся. И начинаем переходить от одной точки к другой. Естественно, не скачем от точки к точке. Для того, чтобы сбросить переход, нажимаем просто клавишу W, это Selection Tool. У нас, видите, выбрался сразу же наш переход. И теперь давайте так продолжим соединять все остальные точки. Теперь нам нужно создать кривые линии из наших линий, получившихся в переходе. Для этого при помощи Direct Selection Tool, то есть инструмента прямого выделения, мы выбираем точку на нашем пути. То есть на нашей букве W. И нажимаем на конвертацию в этой точке в кривую. То есть вот у нас теперь будет, так сказать, кривая без Е и с прямой линией. Повторяем это несколько раз для того, чтобы далее сделать что-то похожее на нашу букву W, потому что сейчас она не сильно похожа на наш скетч. Если вам будет удобнее гнуть эти линии в более, так сказать, удобном формате, вы можете нажать Ctrl-Y и увидите просто ваши кривые линии. Для того, чтобы уйти из режима предпросмотра, вы также можете нажать Ctrl-Y и вернуться в ваш обычный интерфейс. Если вы хотите, чтобы у вас линия, ваша кривая не шла, так сказать, с искривлением с одной стороны в другую, то вы можете зажать Alt и делать кривую с острым углом. То есть вот посмотрим, видите, у нас сейчас тут кривая с острым углом получилась. Но так нам не нужно, поэтому мы отменяем при помощи Ctrl-Z. Несколько раз Ctrl-Z много раз отменяет ваши текущие шаги. Сейчас я, да, буду настраивать под скетчи, под то, как я, естественно, вижу. Потому что все равно каждая работа, она получается уникальной. Как бы я там ни делал на превьюшке или еще где-то, я все равно не могу повторить все то же самое. Если вам непонятно, как работать с кривыми, то вы можете, опять же, посмотреть урок по инструменту перо. Там я довольно-таки вроде бы доходчиво объясняю, как с ними работать. Вот теперь у нас получилась наша буква. Чуть-чуть еще можно поправить. Отлично. Теперь нам, естественно, надо сделать различные цвета. Для этого как раз у нас были сделаны эти эллипсы. То есть у нас есть один эллипс, там, как я помню, у нас их 6 штук. При помощи шифта мы можем выбрать их несколько. И, допустим, давайте сделаем трехцветное изображение. Давайте возьмем две начальные точки. Два начальных эллипса у них будет один цвет. Потом он будет идти в голубой. В середине еще где-то у нас будет, не знаю, там, красный. То есть, не знаю, еще пускай будет фиолетовый. Вот. То есть здесь у нас уже виден как раз переход от одного цвета к другому. Эти цвета, конечно, не очень подходят. И мне они не сильно нравятся. Поэтому далее я вам расскажу, как работать с этими цветами. Для работы с цветами вы, конечно, можете использовать готовую библиотеку. Если у вас проплачен Adobe Cloud, то вы можете поискать в Adobe Color Themes. Находится в вашей палитре Swatches. Я не понимаю, как она называется по-русски, но как-то она называется. Вот. Вы можете посмотреть в Explorer, поискать различные цвета. То есть здесь вот уже подобраны какие-то хорошие. Вы можете добавить просто в ваши свотчи. Вот. Добавятся в вашем документе. Их будет вот получается там пять штук. Как раз удобно. И самое хорошее, если вы добавите еще какой-то элемент. Допустим, не знаю, вот фиолетовый. То потом вам будет легко перекрашивать вашу работу. То есть давайте сейчас разукрасим в данном цвете. Попробуем, что будет. Посмотрим. Ну, допустим. Хорошо. Пускай будет такой. Теперь, если мы выберем весь этот наш переход и пойдем в Color Guide на применение новых цветов, мы можем выбрать здесь просто наш другой цвет, который уже был сделан. В принципе, хорошая цветовая гамма. Мне нравится. То есть видите, все автоматически выбирается за вас. У нас просто цвета меняются. Здесь вы можете поменять на другой цвет. Если хотите узнать, как это сделать, можете посмотреть мое предыдущее видео по выбору цвета. Там более подробно рассказано. На этом видео я не буду заострять свое внимание. Теперь поехали дальше. Теперь поехали дальше. Будем искривлять наши текущие линии и придавать им такой же примерно цвет, как у этой буквы. Сейчас ускорим видео, чтобы долго не затягивать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если вы хотите его сделать на одном и том же цвете, вы можете дважды нажать на ваш Blunt Tool и сделать мягкий переход цвета. Но, как вы видите, лисатор все равно иногда тупит и не может с ним разобраться. Поэтому можете сделать несколько шагов. Допустим, вести 300 шагов. У вас будет мега плавный переход цвета. Вот у нас получилась наша первая фраза. Там два слова, получается. Если уберем превьюшку, то можно увидеть, посмотреть. В какой-то момент кажется, что переход слабый или еще что-то, но на самом деле нет. И еще один плюс в этом переходе. Допустим, если мы сейчас хотим сделать какие-то части нашей иллюстрации больше, а какие-то меньше, там, менее выраженные, более выраженные, как-то заузить, чтобы это было больше похоже на реально живой рукописный текст, мы можем заблокировать наш путь, который у нас отвечает за наш переход, и взять, выделить все... Ну, или просто вы можете вот так вот взять, выделить всю вашу группу, в которой у вас есть ваши эллипсы. Вы можете сделать трансформацию. Вы идете в объект, трансформация, и трансформировать каждый объект. То есть это Ctrl-Alt-Shift, да. Вы можете нажать, естественно, превьюшку и заскелить их там по горизонтали, по вертикали. Можете сделать их меньше. Можете сделать горизонталь 100, там, вертикаль 10. Будет, ну, понятно, да, потому что переход может сломаться, но будет другое совершенно ощущение, там, как будто вы рисовали маркером или еще чем-то. Знаете, когда у маркера есть, не знаю, там, острая и толстая часть, и вот получается интересный переход. Вот, ну, вообще, на самом деле, я бы вам посоветовал взять несколько просто кругов из этого перехода. Допустим, там, первый, второй какой-нибудь. Их сделать супер тонкими, то есть идем в трансформацию каждого и делаем там. Может быть, конечно, надо было чуть-чуть побольше. Давайте сделаем 30 на 30. Делайте их более тонкими. Идете в, допустим, в этот кружок и делайте его более толстым. Трансформируете его, добавляете, получается, наоборот, там, где-нибудь 140 на 140. Ну, ладно, хорошо, 120, 120. Он у вас идет более толстым. И получается уже более интересная буква. Так вы можете повторить, естественно, с всей вашей иллюстрацией. Но мы этим не будем заниматься уже сейчас. Сейчас я вам покажу второй вариант, как можно еще сделать lettering в иллюстраторе. Он будет даже, возможно, чуть проще. Кому-то, возможно, чуть легче. Мы можем использовать инструмент paintbrush tool. То есть, насколько я помню, это не перо, а, там, карандаш или, там, кисть. По-моему, кисть. И просто взять и нарисовать. Либо если у вас есть планшет дома, либо если у вас супер жесткая рука, и вы хирург, вы можете от руки нарисовать этот же самый lettering. В старых версиях иллюстратора, в старых версиях, у вас было бы здесь много точек. Но в новых версиях он уже начинает делать вашу работу более простой. То есть, вы можете вот сделать более мягкую или более точную последовательность за вашей рукой. То есть, если вы, допустим, делаете более точную, я сейчас там нарисую такую линию, то она у меня ни капельки не изменится, у меня будет очень много точек, вы видите, да? Но в нашем варианте это не нужно, поэтому можете сделать, допустим, помягче. Не обязательно самую мягкую. Но можете сделать чуть помягче. И тогда у вас она сама по себе сгладится, ваша работа. Отлично. Вот идеально, прямо на мой взгляд. Так обводим весь текст, который остается. И потом мы его раскрасим. Отлично. Ну, естественно, когда я рисовал от руки, мне казалось, что существует реальный текст. Теперь мне так не кажется. Поэтому я бы хотел подвинуть эту часть чуть-чуть сюда. Попробовать продлить вот эту часть для того, чтобы дописать в букве «Т» текст. То есть, я, допустим, могу взять и, естественно, продлить свою надпись, которая у меня здесь была. Видите, теперь это один путь. То есть, если вы выбираете ваш путь, который у вас уже был нарисован при помощи строки, фу, не строки, а кисти, вы можете, видите, дальше его прорисовывать. То есть, это удобнее, чем рисовать кругляшками вот этими, потому что вы тогда можете дальше спокойно творить, дотворевывать. Но это тоже дает свои сложности. Теперь нам остается только раскрасить эту часть. Вот у нас, смотрите, есть наш путь. Один из. Допустим, вот этот, где? Вот. И «Т». Мы можем взять наш переход, который у нас уже здесь есть, скопировать его. «Контрол-С», «Контрол-В». Давайте сюда уберем. Уберем цвет. Не цвет, а иллюстрацию. Можете взять этот путь. Взять. Ну, то есть, у нас есть переход. Вот. Есть путь. Вы можете взять и применить этот переход к этому пути. Теперь идем в «Объект», «Переход» и «Заменить». То есть, вот мы теперь взяли и заменили наш путь этим переходом. Так вы можете повторять бесконечно долго, бесконечное количество. Вы можете сделать свой переход из нескольких цветов. Например, вы можете сделать там один кругляшок. Только давайте повторим такой же, как был здесь, потому что кругляшки тоже так же сохранят весь свой размер. Поэтому у нас будет один кругляшок 5х5 пикселей. Там за ним будет еще один идти. Давайте повторим. «Контрол-Д» у нас повторяет предыдущее действие. То есть, сделаем несколько кругляшков. Сделаем у них, естественно, разные цвета. Здесь у нас будет такой. Такой, такой. В общем, сделаем много разных цветов. Соединим их в один переход. Отлично. Нет, зеленый мне все равно почему-то не нравится. Не знаю, что с собой поделать. Не люблю почему-то такой зеленый цвет. Ладно. В общем, создаем переход. Вот у нас получился. Теперь мы можем скопировать себе на всякий случай буфер обмена. И использовать для какой-нибудь длинной вот этой буквы. Также повторяем свое действие. Переключаем. Отлично. Вот у нас все разукрасилось. Видите, единственная проблема в этом все может быть то, что у вас цвета могут быть различные. И все равно вас может не устроить ваш цвет финальный. Но вы можете, естественно, также это поменять все в вашем переходе, который у вас уже получился теперь. Вот наши все эти кругляшки, которые есть. Единственный минус такого подхода в отношении к предыдущему, то что здесь у нас, видите, на каждой нашей точке уже есть определенный круг с определенным цветом. Мы можем сделать максимально удобный переход от одного круга к другому. Здесь у нас получается чуть-чуть по-другому. То есть, видите, здесь у нас приходится с этим кругом уже мириться. То есть мы с ним никуда особо не уйдем. Понятное дело, что вы там можете его как-нибудь попытаться так сделать, либо там попытаться перетащить. Но, видите, у вас тогда уже поменяется весь ваш переход, к сожалению. Это дело ваше. Вы должны делать так, как вам удобно или как вам будет хорошо, красиво казаться и так далее. Поэтому выбирайте сами, как хотите сделать. Ну, а я уже предпочту делать так же дальше. Давайте теперь сделаем некоторые части нашего текста поменьше, чтобы они у нас опять же были похожи на более или менее рукописный вариант. Для этого вы можете просто выбирать каждый круг, который вам подходит. Ну, или который вам кажется, что надо бы сделать меньше, там, больше, либо что угодно. Смотрите, вот у нас здесь есть странный переход. Вы можете либо взять тот же самый цвет, либо опустить этот переход ниже, чем у нас предыдущий находится. То есть вот у нас, если посмотреть, здесь есть предыдущий. И, видимо, следующий это как раз наш. Нет? Вот этот наш следующий. И если вы его опустите на пару переходов ниже, то уже будет более легкий переход. Если вас все-таки так не устраивает, посмотрите, что есть на этом переходе, какого цвета здесь круг. Можете скопировать его цвет и использовать на вот этом переходе. Посмотрим, какой он здесь используется. Понятно, дело в том, что ярче. Можете взять, поменять цвет, и тогда будет уже более хороший переход. Здесь мне тоже не сильно нравится цвет, на самом деле, финальный. То есть я бы его все равно сделал более интересным, разнообразным. Здесь тоже, видите, ощущение, как будто из одного цвета все идет. Поэтому я думаю, еще надо сделать что-то. Посмотрим, где еще у нас что есть. Где у нас здесь есть следующий цвет? Вот здесь у нас еще есть один цвет. Отлично. Вот этот эллипс. Вообще, панель инструментов, которая вот здесь в слоях, очень удобная. Вы можете ей пользоваться, смотреть, настраивать и так далее. То есть, по идее, возможно, я тоже, конечно, проведу еще урок. Но это будет чуть позже. Этот, мне кажется, тоже можно назад убрать, чтобы линия пересекала букву Т, была более видной. Сделаем темный фон, потому что, мне кажется, на темном фоне будет намного лучше. Все видно и интереснее. Отлично. Сгруппируем, посмотрим там, подцентруем, если что, нашу работу. Естественно, работа наша не финальная. Заметьте, у меня уже начинает подлагивать иллюстратор. Это из-за большого количества переходов. То есть, если вы так будете делать... Кстати, я забыл буковку И сделать, насколько я понял. Да, не сделал. Вот. Но ничего страшного. Опять же, ее там можно просто скопировать. Даже из этой буквы-то и все. Можно поменять цвет. Можно не менять. Так вот, я к тому, что у меня уже начинает подлагивать иллюстратор. Это из-за большого количества переходов. Лучше их вообще применять под конец уже вашей работы. После того, как, естественно, вы научитесь с ней работать. И еще парочка небольших для вас, не знаю, подсказок или там небольших примеров, как работать с переходом. Допустим, если у вас есть какой-нибудь из переходов... Давайте рассмотрим вот этот. По-моему, последний. Да, вот этот последний. И у вас есть переход от одного цвета к другому. Допустим, вот как здесь. Мне не очень нравится, как он выглядит. Либо вот у меня это Е идет. Я думаю, что она должна быть... Вот эта точка должна быть ниже, чем вот эта точка. Мы можем взять и эти все точки поменять местами. То есть, каждая из них будет... Видите, одна теперь под другой находиться. То есть, до этого они были в обратном порядке. Сейчас они поменяли свой порядок. Либо, если вам кажется, что хотели бы, чтобы начиналось с этого цвета, а заканчиваясь этим, наоборот, то вы также можете пойти в ваш переход и поменять саму направляющую. То есть, вот видите. И у вас, опять же, может получиться даже более интересный цвет. Вот мне, допустим, сейчас так больше нравится. Вы можете сами играть, выбирать. Так сказать, смотреть для себя, подсматривать. И решать, что делать с этим дальше. Я надеюсь, этот урок был вам полезен. Если у вас какие-то остались вопросы, можете задавать их в комментарии. Если вам понравился видос, вы можете его залайкать. И расшарить, не знаю. Подпишитесь на канал, если вы хотите еще дальше смотреть подобные видео. С вами был Саня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok